К другим новостям. В детской школе искусств номер один состоялся открытый окружной конкурс исполнителей на струно-смычковых инструментах. В нем приняли участие 27 юных музыкантов из Люберец, Дзержинского и Котельников. За выступлениями скрипачей и виолончелистов наблюдала наша съемочная группа. Концертный зал детской школы искусств как никогда полон зрителей. Поддержать молодых виртуозов пришли родители, друзья и, конечно, преподаватели. От имени главы городского округа участников музыкального конкурса поприветствовала председатель комитета по культуре Светлана Носкова. Разрешите мне обратиться к педагогам. То, что наши ребята могут выступать на больших сценах международных, то, что они прославляют наш городской округ Люберцы, это, конечно же, большая ваша заслуга. Такой конкурс проводят в городском округе не впервые. Ежегодно, вот уже на протяжении 20 лет, в Люберецкой школе искусств выявляют лучших музыкантов. Сотрудники учреждения культуры с радостью отмечают, с каждым разом участников становится все больше и больше. На этот раз их 27. В этом конкурсе у нас принимает участие в этом году 9 учреждений культуры, 7 школ. Конкурс этот очень интересен тем, что помогает нам выявить талантливых детишек, в первую очередь. Во-вторых, он помогает обмениваться опытом преподавателям, подбирать новый репертуар. Выступления юных скрипачей и виолончелистов проходили по трем возрастным категориям. В каждой из них определятся первые, вторые и третьи места. Исполнение ребят оценивали компетентные члены жюри, в состав которого вошли преподаватели музыки из различных уголков Подмосковья. Луиза Игязарян, Александр Богданов, телеканал ЛРТ.